Видео ЭЭГ мониторинг современный метод диагностики заболеваний центральной нервной системы. Подробнее о видео ЭЭГ мониторинге расскажет детский невролог, эпилептолог, врач функциональной диагностики Еремина Наталья Евгеньевна, которая ведет прием в детском отделении СМ-доктор в Мариной Роще. Здравствуйте, Наталья Евгеньевна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое электроэнцефалография и чем она отличается от видео ЭЭГ мониторинга? ЭЭГ – это метод исследования функционального состояния головного мозга путем регистрации его биоэлектрической активности через специальные электроды, которые расположены на эластичной шапочке с помощью прибора электроэнцефалографа. Стандартное исследование или рутинное ЭЭГ, ЭЭГ, как еще мы ее называем, длится около 20-30 минут и включает в себя запись в состоянии бодрствия, в состоянии покоя, то есть когда пациент сидит или лежит с закрытыми глазами, расслаблен. Во время этого исследования проводятся функциональные пробы. Это пробы с открыванием-закрыванием глаз, пробы с ретмической фотостимуляцией, пробы с гипервентиляцией. Иногда такого исследования оказывается недостаточно, и тогда проводится видео ЭЭГ мониторинг, который включает в себя помимо регистрации ЭЭГ еще видеозапись происходящих событий и синхронизацию их с кривыми. И обычно он более продолжителен, занимает несколько часов и также чаще всего включает еще и помимо бодрствования запись сна. Что позволяет выявить и диагностировать видео ЭЭГ мониторинг головного мозга? Надо сказать, что основная задача ЭЭГ, ЭЭГ мониторинга, это уточнение природы пароксизмальных состояний, то есть внезапно возникающих каких-то событий, которые могут проявляться как какой-то двигательной активностью патологической, то есть, например, внезапными встрагиваниями, подергиваниями в руке или в ноге, потом эпизодами каких-то падений, также чувствительными нарушениями или вегетативными проявлениями, например, эпизодами интенсивной головной боли, многократной рвоты или даже болей в животе или даже эпизодами внезапно возникающей тахикардии. И основная его цель – это исключение эпилептической природы этих пароксизмов. Кроме того, ЭЭГ позволяет оценить нам степень зрелости головного мозга, особенно головного мозга ребенка, в первую очередь новорожденных, а также недоношенных детей. Или по косвенным признакам мы можем заподозрить какое-то структурное повреждение головного мозга, вещества головного мозга. Расскажите о показаниях для проведения видео ЭЭГ мониторинга. Показаниями для проведения видео ЭЭГ мониторинга являются, ну опять-таки, вот какие-то пароксизмальные события, пароксизмальные состояния, когда мы дифференцируем эпилептические приступы и неэпилептические пароксизмы. Например, обмороки, тики или какие-то нарушения сна, ночные страхи или эпизоды снахождения, сноговорения. Следующие показания – это уже установленный диагноз эпилепсии, когда мы с помощью ЭЭГ можем определить форму эпилепсии, а также контролировать эффективность противосудорожной терапии или решить вопрос о возможной отмене противосудорожной терапии, если у пациента длительное время нет приступов. Следующим показанием к проведению ЭЭГ видеомониторинга является задержка психоречивого развития у ребенка, особенно откат в развитии. Потому что бывают ситуации, когда у ребенка нет видимых проявлений эпилептических приступов, но если мы будем делать ребенку ЭЭГ, мы можем выявить эпиактивность, количество которой во сне возрастает до такой степени, что она идет практически непрерывно. И получается, что у ребенка вместо того, чтобы усваивать полученную за день информацию, эпилептические разряды, по сути, бомбят просто его мозг и вся информация, полученная за день, просто стирается. И в такой ситуации, соответственно, будет совершенно другая тактика лечения. Следующие показания – это некоторые типы головной боли, а также наличие выявленных на МРТ каких-то структурных изменений головного мозга, определенной локализации, когда у врача могут возникнуть подозрения, что этот очаг может вызвать эпилептические приступы. Дальше – это тяжелые черепно-мозговые травмы. И также ЭЭГ проводится в условиях реанимации для диагностики и определения типа комы, а также для диагностики смерти мозга. Существуют ли противопоказания для проведения данного метода диагностики? Абсолютных противопоказаний к проведению ЭЭГ нет. Это абсолютно безопасный метод, который не оказывает никакого влияния на здоровье пациента. Иногда бывают ситуации, когда мы можем отложить проведение ЭЭГ. Например, если вдруг у пациента появились какие-то высыпания на волосистой части головы или открытые травмы головы, или вдруг возникла лихорадка накануне исследования. Но, опять-таки, это не абсолютные противопоказания, только относительные. И если исследование необходимо провести в экстренном порядке, то, конечно, мы можем это сделать. Как проводится и сколько длится видео ЭЭГ-мониторинг? В нашей клинике ЭЭГ-видеомониторинг проводится в стационаре в специально оборудованной палате. И чтобы это было наиболее наглядно, давайте пройдем туда и посмотрим, как это делается. ЭЭГ-видеомониторинг начинается он с подготовки к исследованию, когда врач функциональной диагностики накладывает на пациента специальную шапочку с электродами встроенными. Вот так, отлично. Как тебе? Удобно? Нормально. Так, хорошо. Шапочка подсоединяется с помощью провода к аппарату. В нашем случае у нас в клинике это портативный аппарат, нейронспектр СМ, который представляет собой вот такую небольшую коровочку и крепится прямо на пояс пациента и, соответственно, не стесняет нисколько его движений. И пациент, в общем, может вести обычную повседневную жизнь, что особенно важно для детей и особенно при проведении длительного мониторинга, да, даже трехчасового, а уж тем более суточного. Вот так, отлично. В случае, если ребенок слишком маленький, можем прикрепить его на пояс родителю, да, или родитель может носить его в руках. Дальше мы должны нанести специальный гель на каждый электрод, встроенный в шапочку. Это необходимо для улучшения контакта электрода с кожей головы и улучшения проведения импульса. Так, все, мы готовы с тобой. Теперь можем начинать исследование. Одновременно запись ведется на видеокамеру, идет фиксация всех событий происходящих и затем синхронизация с кривыми ЭЭГ. Начинаем исследование. И в начале исследования мы проводим функциональные пробы. Первое – это пробы с открыванием-закрыванием глаз, потом пробы с ритмической фотостимуляцией, когда пациенту подаются вспышки определенной частоты, и затем пробы с гипервентиляцией, когда мы просим пациента глубоко дышать определенным образом. Эти пробы помогают нам выявить активность, которая не определяется в обычном состоянии, в состоянии расслабленного бодрствования. После завершения функциональных проб пациент может отдыхать и вести обычную повседневную жизнь или стараться уснуть, если нам за время исследования необходимо получить сон. Продолжительность ЭЭГ видеомониторинга может быть любой, вплоть до нескольких суток, если в этом есть необходимость. Иногда проводится такая длительная запись. В случае, например, предхирургической подготовки пациента с эпилепсией. В нашей клинике мы проводим ЭЭГ видеомониторинг продолжительностью 3 часа, 6 часов, также 12-часовой дневной ЭЭГ мониторинг, ночной и суточный ЭЭГ видеомониторинг. Продолжительность исследования определяет лечащий врач в зависимости от симптомов, от жалоб пациента. Когда пациент получает результаты видео ЭЭГ мониторинга? Результат видео ЭЭГ мониторинга пациент получает в течение 7 дней. Это максимальный срок. У нас в клинике есть срочная расшифровка ЭЭГ, когда врач описывает мониторинг в течение суток. И пациенту мы выдаем заключение, выдаем распечатки кривых и выдаем диск с исследованием на руки. С какого возраста возможно проведение данного метода диагностики? Ну, надо сказать, что возрастных ограничений для проведения ЭЭГ нет. То есть оно может проводиться в совершенно любом возрасте, и даже новорожденным детям, и даже недоношенным детям. Спасибо большое. Спасибо большое за ваши вопросы. Они очень актуальны, и я действительно часто слышу их на приеме. Дорогие родители, берегите себя и здоровье ваших детей.